Девушки отдыхают Сегодня хайлифтер Но хайлифтер это ерунда Сегодня у нас на тест драйве На самом деле мы вам будем показывать CFMoto X8 С такими расширителями колес Сейчас мы его ждем, сейчас он должен подъехать И вот мне очень интересно как CFMoto X8 должен сегодня у нас сделать По плану должен сделать сегодня хайлифтер Посмотрим что получится Потому что у нас это все знаете Спонтанно, у нас никто ничего не знает Как все будет получаться Кто доедет, кто не доедет У нас сегодня Z8 Кстати да, по поводу X8 Там были вопросы Как он был апгрейджен Вот смотрите У него уже, видите, поставили там штыркеля Все поставили Вынос поставили Провайтовский свет поставили Значит Что там Значит по X8 у нас ситуация такая Во-первых у X8 сейчас идет акция Для этого вам надо просто зайти Под видео будет ссылочка на их сайт И посмотреть про его акции То есть там надо купить квадроцикл Насколько я понимаю Ну давайте так Под видео есть ссылочка На эту акцию ПЦФ ПЦФ Х8 А мы начинаем вам рассказывать Что у нас сегодня будет происходить Народу у нас пока еще не все подъехали Там какое-то мероприятие уже идет По поводу объяснений и тому подобное Но наверняка мы все ждем Что будет с этим хайлифтером Ну и соответственно покажем вам уже Проставки на X8 Сань Здорово Да, здорово еще раз Ну давай расскажи мне пожалуйста Ну что Что ты подожди Что ты на нем поменял Поменяли как вы помните По гарантии Ну по гарантии я не успел я поменять Потому что долго шрут идет там из Америки Не знаю откуда Но поставили интерпаровский шрут сейчас А что за интерпар Это кто? Америка да производит? Тоже интерпаровский шрут Наверное А цена у него какая Сань? 14 рублей А у официалов наверное зашкаливает Да цена? Конечно да Дороже И еще их и нет да Насколько я понимаю Пока нет да Обещали месяц где-то Ну а так поменяли Должны были поменять по гарантии Ну и этот поменяли по гарантии Просто пока перекинули Шрут на интерпаров Для того чтобы ты мог ездить Мне очень понравилось да Как вы помните На Льве Николаевича Он показал себя с хорошей стороны Так что будем смотреть дальше Ну нет Интерпаровские шрузы Это самые лучшие Я думаю Если вам покажут себя с лучшей стороны Мы на 4 их перекинем И будем на них ездить А сейчас это более усиленная какая-то серия Ну будем смотреть Будем смотреть Надеюсь ты сегодня готов к покатушкам Я всегда готов Это моя третья покатушка Пока без потерь Ну шрус Стоси Пятый десятый Крышу не может Саня я смотрю у тебя света нет Ты наверное какой будешь свет поставить Да вот в раздумьях Но все Все таки Склоняюсь к ProLight Поставим наверное ProLight Что тут заплатили И так больше деньги за машину Что экономить на свете Как говорится Тем более на всю жизнь Все Начинаем тогда Посмотрим Поехали Макс Здорово Ну чего ты там привез нам сегодня Ну что Расскажи нам о своем чудо-агрегате Хочу сказать Поставили лифт-комплект От фирмы Pro Квадро От Квадро Pro Да Квадро Pro Безумно доволен Очень А много ты проехал на нем уже Сот километров Пятьсот километров уже проехал Да И вот как себя показывает он С лучшей стороны Все очень Очень замечательно В клеях ведет себя Ну Значительно поднялся Как бы устойчив Ну я доволен Ты доволен Слушай А вот это что за такие штуковины у тебя А это такие штуки волшебные Что за волшебные штуки такие Это очень Такие Замечательные штуки Чтобы Этот квадроцикл Стал еще проходим А скажи мне пожалуйста Мы сегодня сможем сделать Вот этот чудо агрегат Вот на таких штуковинах Надеюсь что да Ну давай посмотрим Это знаете Такая Какой-то космический корабль CF X8 Какой-то космический корабль У нас сегодня Три X8 Так что я думаю Мы сегодня Затестим Стас Здорово Слушай А у тебя же тоже Да Ну-ка расскажи-ка мне Что у тебя там На CF Moto X8 Стоит Доволен ты вообще им? Доволен Через два месяца Обладели данной техникой Вот С самого начала При покупке Были установлены Вынос радиатора Шноркеля У официального дилера Да У официалов да ты устанавливаешь? Так как прикольно смотрится Вот Ну это больше функциональный Наверное даже не обид Канистры ГКА ГКА ГКАшные канистры Да Как показывают они себя Да без нареканий Очень удобно Запас топлива с собой очень нужен Особенно в лесу Педали к поездкам Понял А резина Что у тебя за резина Резину сразу заменил На 27-ую кенду Потому что штатная Меня не устраивает Ни размером Ни характеристиками Понятно Ну как кенда себя показывает Нормально Нормально? Нормально, да Ну давай посмотрим сейчас Что там ты наставил Как он себя покажет Да Посмотрим Парни, ну что Мы в принципе уже готовы к выезду Сейчас ждем Женю еще И выезжаем А сейчас пока посмотрим О, стоят тут два Кирюха специально приехал Для того, чтобы посмотреть На что может Сена Ну и что Доволен ты, Кирюш? Да вот пытаюсь понять Так, все Я включил А, вы настраиваете Вы пытаетесь их доконнектить Да, мы пытаемся Совместно Так Ну и что Это долго? Да нет Это буквально может быть Секунд на 30 Секунд на 30 Сейчас мы настроим А как они коннектятся-то? Сена Сена Коннектится абсолютно С любым Так скажем Производителем Bluetooth Moto Гарнитуры Ага Используя при этом У себя режим Режим универсальный Универсальный Подключение связи Универсальный режим Подключение связи Я его включил Пошел поиск Пошел поиск Вот что-то загорелось Так Вот Все Подключен Да Все Мы подключились Ну-ка одевай Расскажи мне о своих ощущениях Ну да Все Подключилось Подключилось, да? Хорошо Кирюх, а знаешь Я тебя сейчас попрошу А может быть Давай попробуем Возьми Женин шлем Пока его нету И давай попробуем Ты сейчас вот у тебя езжет Да Ты можешь сейчас что-то понимать Мне даже интересно Что лучше Скала Или соответственно сено Давай Бери шлем, Женя Да Вот мы подключились Ну давай поработай Поработай Поговори Раз-раз Раз-раз-раз Как меня слышно? Ну звук намного громче И четче Как бы без помех Без всего Чем у скалы, да? Ну да У скалы он немного Такой приглушенный Как бы А здесь прям Такой четкий звук Причем я даже тебя слышу Как ты говоришь А ты знаешь В сене даже есть такая штука Можно нажать на кнопочку И будет слышно Можно не снимая шлем Будет слышно все вокруг Вот надо разобраться Как это все будет Ну я думаю Придется приобрести сену И все эти функции Уже на себе испытать Вот Потому что у них тоже много Всяких Кирюх, ну подожди Не торопись Мы после покаток сегодня Если нам понравится Я тебе скажу И тогда что У нас Мы направим людей Там и сами расскажем Ребят Так что Если уже человек У которого Скала И он говорит Что она лучше Но наверное Тут тоже есть какие-то выводы Можно сделать Да Какие-то плюсы Ну мы сейчас откатаемся И я дальше вам расскажу И покажу Что такое сено Вот сейчас у нас Халифтер первый пойдет Надеюсь Сейчас он Попробует Продавить этот лед Ну Вряд ли конечно Получится Вот и все А нет Нет Получилось у нас Получилось А вот теперь Мы посмотрим ГК Что покажут На своих Специальных Стуковинах Давай Максимка Покажи нам Ну-ка Давай Давай Макс Рви их Вот они Красавцы Вот он Бронепоез Ну будем смотреть Что дальше Он покажет Остальные Господа Прошу Илья Ну Верби Легко С этим справляется Верби Легко С этим справляется Ну Конечно же Наверняка Всем интересно Что сможет Икс восьмой Икс восьмой Может А вот Ямаха Как всегда В объезд В объезд В объезд БРП Все в объезд А парни-то На Икс восьмом Совершенно спокойно Могут с этим справиться Ну У нас Есть Что вам показать Парни Вот он Красавец Красавец Даже Не напрягает А потому Что костюм CFMoto Дает Плюс 10 К силе Парни Ну вот Сейчас Только сейчас Мы увидели Что у нас Первая поломка У CFMoto У Илюхинова Как я и говорил Да Загнулась защита Он сейчас попал В этот Илюха А иди Объясни В ледяной капкан В ледяной Да Попал в ледину Лед уже толстый С километров Десять Мы с нами Погнулась защиту И защита Срезала пыльник Вот это минус Покажи Сейчас Что будем делать Мы уже отогнули У нас защита Уперлась в шрус Сейчас мы Зацепили лебедку И вытянули ее обратно Сейчас мы будем Мотать пакет На пыльник То есть ничего сложного В принципе В этом нет Временный пыльничек Надень нам хватит Илюх Ну и что Колесико сняли Колесико сняли То есть всегда должен быть Всегда с тобой инструмент Правильно? По любому Илюх Что там надо делать? Берем пакет Нарываем на полосочки Так Полосочки Полосочки Под чутким руководством Евгения Евгений он профессионал В этом У нас теперь Новая фишка Мы Поняли Что почему Иногда пыльники Получается прекрасно Мотать А иногда Плохо получается В чем проблема Всегда в направлении Кручения колеса Тогда он как бы И не будет По инерции Разматываться И соответственно Когда квадрик едет Он все время Подтягивает этот пакет Соответственно В ту сторону Как крутится колесо Так и заматываем Давай Илюх Что там Ты просто ставишь пакет Придерживаешь его Или берешь колесо Как удобно Ставь сверху Я сверху все время ставлю Поддерживаешь Сейчас покручу Так Ага Начало Придерживаю Или прокручивается Нет Нет Чуть-чуть Придерживаю А Жечно Оттягиваю Так Теперь Теперь Скотчем Да Соответственно Теперь армированный Скотчем Могой стяжки На тот случай Снизу Изолента Скотч будет лучше Он дополнительная герметизация Я знаю людей Которые по месяцу Ездили с этим Пакетом И скотчем Что денег не было А времени не было Там как бы Народ не парится Как накроется Так поменяют Парни дотащим Пойдем пакет заматывать Так что вот такие бывают Ситуации в лесу Не пугайтесь Все можно отремонтировать Ничего страшного В этом нету Все Чинится Все ломается И все Чинится Так что Мы вам будем Показывать И рассказывать Первая поломка На CFX8 За сегодня Ждем Что будет дальше Пять минут Наш пыльник готов Ну-ка Посмотрим Едем дальше в бой Сегодня он не очень красивый получился Потому что его разорвало безобразно Вот на неостатке Торчат этого пыльника Ну а так все прекрасно Здесь прихватили Здесь прихватили Я думаю Пыльник проживет Сегодня целый день Ну посмотрим Ну что Вот так вот выглядит Это все со стороны Вот видите Космический корабль Космический корабль Такой Х8 И соответственно Поляриз Такой же космический корабль Ну посмотрим Что к вечеру Как от них останется От этих космических кораблей Всем интересно Усправляются Эти штуковины Такой Здесь дороже Сзади шприки Вот смотрите Видите Как они работают Эти штуки Они цепляются Просто за колею И соответственно Дает квадрику Туда опуститься вниз То есть это очень удобно Когда Какие-то уже Разбитые дороги Или еще что-то Вот это очень удобно Но неудобно Наверное Будет проезжать Посредине деревьев Ну мы сейчас проверим Все посмотрим Не знаю Кажется Как это будет видно Наверное Будет ли это А здесь микрофон Здесь еще один микрофон Оттены Чтобы всех слышать Выглядит Это конечно Вообще Комично Ну блять Что для вас Не сделаешь Жень Что ты там делаешь Чего в телефоне Ковыряешься Ребят Ну вот попросил Олега Чтобы он Подсоединил мне Гарнитуру к телефону Ждем опоздавших парней А вот Подсоединили Она предложила Скачать мне в AppStory Программу А это прям приложение Такое в AppStory есть Да В AppStory Вот там Моя сцена называется Ну вот скачал я Приложение значит И здесь Для таких как я Которые особо там Не шарят Во всех этих делах И читать не любят Все по-русски Вот Олег Что здесь дальше Да Все по-русски Все по-русски Вот настройки Эти у нас Вот сюда Настройки Настройки гарнитуры То есть Чтобы не слушать ее Все настройки И вот пожалуйста Вам все настройки Для эфира Для коннекта Ну то есть Ты уже начал разбираться Все элементарно Ну в процессе Да Парни еще хотим Мы передать привет Вячеславу Который передал нам Замечательную посылку В виде меда И парни хотят сказать ему Парни Парни ну что Мы так вот потихонечку Подбираемся уже Кленовским просеком Хотел вам показать Что Знаете Это вот CFMoto X8 Он становится похож на Такую На машину Потому что По размеру Как раз он и получается Видите как Что это ширина машины Наверное Машинных колес Вот видите Он с хайлифтером Получается Вровень прям стоит Я не знаю Как это показать Но Кстати ГК Не только выпускает Видите Она выпускает еще И кофры Вот такие штуки Специально для охоты Там Для у кого Много-много снега Они тоже пойдут Да Канистры У Стасона Где-то там стоит канистра Сейчас вам покажу Они тоже выпускают Замечательные канистры Надеюсь Они у нас тоже будут на тесте Покажем Что по ним можно ездить Ими ничего Вообще Совершенно Вообще ничего не будет Так что Фирма ГК Она довольно-таки Очень распространенная И мало того Что распространенная Она еще и себя показывает С очень хорошей стороны Поэтому У меня внизу будет ссылка на них Я не знаю Как назвать Это реклама Не реклама Называйте как хотите Это ваша проблема Я рассказываю То что касается Квадродвижения О всем Что там вот Существует В квадродвижении Чтобы вам было проще И легче ориентироваться Так же как знаете По пролайту Да Вот Что может быть лучше пролайта Да ничего Не может быть лучше пролайта Да Ну и Сейчас приедет Другой молодой человек Он вам сейчас покажет Что может быть с Китаем А попровать Никто ничего сказать Плохого не может Ждем молодого человека Одного Зовут его Паша Паша Ну-ка включи-ка Посмотрим Что случилось Что случилось Ну еще раз Крючок горит Да у тебя Да Это вот поэтому Поэтому Скупой платит дважды Правильно Вован Застрял на своей Абгрейдженной Жуже Вован Что случилось Сейчас говорит Проедем Не знаю Как там Будет слышно Микрофон Не будет слышно Рви всех Давай Вов Зачем апгрейдживал Давай покажи Класс нам Вот она Красавица Сая Опа Ну вот Смотрите Для чего нужны ГКшные Вот видите Они работают Они не дают Проваливаться Колесу И он в принципе Идет И цепляет Вот для чего Они нужны Вот она Колея А вон Для того Что она Очень большая Они не дают Проваливаться Вы совершенно Спокойно Везде Проедете Вот он Давай Давай Голубец Давай Ломай его Давай 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 Вот она Дружеская помощь Сейчас поможет Цех Мото Икс Выехать Вот оно Вот оно Как сейчас Все происходит Сейчас будем Поджигать БЦФ Мото Парни Не знаю Что сегодня У нас Проходит С x8 У нас Поменяли Мы уже Предохранитель Сейчас на нем Потому что Вода попала В радиатор На вентилятор Попала Извините На вентилятор Разбортировался И вырвало Пыльник То есть Пыльник Из-за того Что Загнулась Защиту И сорвало Пыльник Ну День только Начался Но мы ждем Что будет дальше Все же Наверняка Интересно Как мне интересно Давай Что доберемся Сейчас До аккумулятора Накачаем Вот кстати Парни Смотрите 15 год Модельно Отличается На бомбе Заднее сиение Отщелкивается Оп Вот такой Флажок И оно Примерзло А не Надо потянуть Забыл Надо потянуть Посильнее Вот так Именно 15 год Так И чего И чего Ну не знаю Берпишники Просто так Мороз Всякой Глупостью Улучшают И вот наш аккумулятор Сейчас будем качать Это колесо На цепочке Последнее время Да Саня нас выручает Он купил себе новый компрессор Не испортился Не зазнался Да он Время покажет Ну конечно Да Мы не стали сейчас поджигать Помогите кто-нибудь Потому что получится Мне кажется Быстрее получится Просто качнуть его Ну вот смотрите парни Хороший компрессор По большому счету Четыре руки И все Смотри кого мы встретили Смотри кого мы встретили Толян Здорово Здорово Толян Всем привет Всем привет Встретили Андрюху Женьку И с их Ее компанией Очень хорошую Любимую Здорово 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 Вот они все танкисты Все такие Они все такие нарядные Танкисты Они не одни Они с девчонками Зачем вам-то это надо Ладно понятно Ну вам-то это зачем Здорово А теперь мы сейчас Покажем вам ГКшные Смотрите как они идут Опа Вот они красавцы Вот они Все были нужны Иди лопауху протирай пожалуйста Как я ее Поперли Поперли Вот он Хайлифтер Смотри Красавец Пробил колею Один сейчас Истин Засядет Не засел Гат Хорошо Ждем остальных Ждем Макса На ГКшных Кексах Или как они Кексы Называются Или как они Расширители колес Вот видите Они совершенно Спокойно Цепляются И проезжают В колее Вот Красавец какой Вот он Красавец Рвет он Хайлифтер Практически Вы сейчас знаете Как мы хотели сделать Мы хотели сейчас Сделать таким образом Чтобы Вован Соответственно Проехал и лед Проломил А сзади шел Хайлифтер А то хайлифтер идет Немножко неправильно Пойду Ну вот что-то у нас Пока не получилось Вот они Кленовские просики Вот они Вот он Хайлифтер Парни Вот он Хайлифтер Вот они Кленовские просики Все дает О себе знать Вот он Красавец Мастер Так А теперь Сразу Женя За ним Давай Давай Женечка Удиви нас На волшебной резине Вот она Бежит Да Уж А что у нас тут случилось Парни Что случилось Жесткий контакт Бля Давай Давай Макс А вот Помните Что это просто Икс-8 На таких вот ГКашных Специальных Штуках Ну и конечно же Илюха На своем Икс-8 Опа Легко Легко и непринужденно Парни Парни Вот смотрите Насколько хорошо Работают расширители Что Илюха Проехал по этой грязи Вообще Практически Да Практически Чистый Пойдем смотреть Что случилось Что с аварией Там Что случилось С аварией Нормально Что там Жень Бля Что-то у меня От грязи Завис Курок газа Бля Дал Подсражника Китайцу Дорогому 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 Китайцу Швычь вот разошлись Бля Швычь вот разошлись Швычь 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 Это хуя Отскочила Бля Ебать Вообще Раком стоит Лай Лаван Спишем Бля Здесь вот Крыло Сломалось Бля То есть Хуёво Это Хуёво Это Швычь Хуя Это Ну да Хорошо Бампер был Бля Хорошо Бампер был Парни Пока там У нас Случилось чудо БРП догнало Полярис Здесь У нас Стасюлька На Х8 Тоже разделся Поэтому Бэдлоки Ставьте Но здесь Есть Толян Мы были уверены Что здесь Ничего страшного Не случится Потому что Здесь есть Толян Он хотел достать Бензин Но Андрюха Мне запретил Нет Почему же Я говорю Давай 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 Стас Стас Мушную нахер Давай подожгем Стас И что Не о ней Пока не готов Этот парень Больше с нами Не ездит Он не сгорел Сгорел Нет Давай поджигать Успели Давай поджигать Или все Уже надели Ну Ему повезло Что я могу Повезло После этого Мы его больше не видели Сегодня испытание Х8 Шнуркеля Вынос Так что Давайте посмотрим А теперь А теперь А теперь Хайлифт Давай Я даже Ты устанешь Да Проезжает Везде И теперь У нас Беркишечка Ну и соответственно Конечно ГКшечка Аман решил Вот она Красавица Вот она Красавица Запомните Это кстати Машинка Она легкая Из-за того Так что Сейчас будем смотреть Как это у вас будет Получаться Красавец Какой Давай Давай газу Давай 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 Ведите Айсберг 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 Ты как Титаник Сегодня домой Побыстрее Поэтому Он решил Раз Побыстрому Сейчас Все Закончить И все Парни Ну только Вот так Вован С помощью Другого Дерево Выезжает Вовки Не хватило 15 лет Ну надеюсь Наташ Ты его Простишь Он Честно Хотел Вернуться Домой Пораньше Ну Блин Вот Видишь Какая Ситуация Он Он просто Пытается Вот Быстрее До тебя Добраться Поэтому Едет Быстро Быстро А теперь Хайлифтер Это же Это же Преграда Это же Преграда Но здесь Уже Все Разбито Для него Зачем Опаньки Опаньки И передоул Все Блядь Красавец Какой Просто Монстрила Монстрила Какая Так Я думаю С разгона Он должен Здесь Сейчас Все Взять Не хватило Чуточку Прям Прям Чуточки Не хватило Давай Сашуня Смотрите А теперь Давай Саша Давай Покажи Что такое Полянец Удивил Нет Не удивил Ты на стань Давай Может я на другую сторону Перейду Сейчас Может вас Здесь удивишь Задымился Полярис Задымился Только Сейчас Стоял С хайлифтером А вот Видите Что получается Получается Такая Хуйня Получается Все Для вас Парни Все Для вас Пойдем Ебца Ебали Надо Хайли Не Смотрите Стой 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 Никуда Да он не ест его, блядь, да он не ест Красава, блядь, следующий нахуй Андрей Красава, блядь, давай, давай Ты на видео? Давай Парни, ну вот только сейчас вот стоял Что такое? Монстрил не может доехать? За такие деньжищи он не может себя показать нормально, Сашунь? Да ты что, давай! Серега, это же здорово! Это полярис? Это полярис, да? Да, Серега, это же полярис Что там, чего гнезда, Серега? По-моему, левую гранатику есть Красава Да ты что, ну ты что, у него нет Из-за этого как раз и нет Ну подожди, мы не будем его радовать пока Подожди, подожди Давай! Ребят, ну что я могу сказать? Интерпаровский это, блядь, привод-то он живой, да? А вот уже родной привод пизда Ну то есть, ну сами сейчас увидите Сейчас мы вот выйдем, да? Сейчас вы сами все поймете Не крутим уже колесо Ну опять же, парни, это... Это чисто наши догадки Сейчас, когда вот мы увидим все Тогда мы уже соответственно все и расскажем Давай, Сашуня! Давай, Сашуня! Теперь выход Ильи Александровича Лебедка! А теперь выход лебедки Сашуй, ну что тебя порадует, Сашуй? Левый, левый шрус У тебя больше не крутится, Сашуй А это не интерпас У тебя же на правом стоит интерпас, правильно? Да А теперь левый, Сань Ну как-то вот, что ты можешь сейчас сказать? Ну, блядь, такое препятствие это... Шикарное препятствие для хайлифтера, блядь Но немножко из техники не выдержал Ничего страшного, проедем Ну только так вот хайлифтеру взять это препятствие Ну как тут дерево есть Парни, ну что я могу сказать? Ну смотрите, что получается Всего лишь навсего Вторая покатуха Вторая грязь такая жесткая И все И приводу пииии-ии все Ну что говорить? Вот видите, все колеса крутятся, а одно не крутится. А теперь мы посмотрим, что здесь сможет БСП. Что такое, Женечка? Что такое? Резина? Резина тебя, Маратовская, подвела? Ты даже не доехал, туда куда доехал, калифт. О-о-о, вот оно мясо! Вот оно мясо-то, вот оно! Мясистый ты наш, давай! Давай, красавец! Евгений, ты же профессионал! Главное подбодрить, парня! Главное подбодрить! Практически чуть-чуть по нему отдохнул и потер. Я бы на твоем месте все-таки шлем-то прикрыл, прикрыл бы шлемок-то. Давай! Не, просто сейчас намного холода у нас, и сразу все закрепляет. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! И вот как только все замерзает, что... Может, подожди, может, все-таки дальше лебедкой, Жень? Сейчас уже разомная, да. Давай, что, может, наверняка перевернуть. Сделай это видео, Жень, сделай это видео, давай! Нагни его! Гансай, ганс! Потому что это все что? Потому что X8. Потому что X8 помогает BRP. А теперь квадроманьяки, которые с нами, они сейчас хотят там тоже показать класс. Серенький у нас решил попробовать стартануть уже с другой стороны. Сейчас посмотрим, как это будет. Толь, что скажешь? Ну, псих, он всегда псих. Я думаю, проскочит он ее. А почему же тебя-то там нету? Я на BRP не ездил. Зря, что ты не ездишь на BRP-то? О, красава! Скажи, это наш тот пацан. Скажи, это наш тот пацан. Ну вот, это тоже общий пацан. Серый, иди сюда! Серый, иди сюда! Каш, ну расскажи мне! Смотри, Андрей! Что сподвигло тебя на эту ситуацию? Значит, сподвигло меня на ситуацию то, что меня задолбало. Это китайская оптика, которая светит, сейчас так, наверное, на камеру не покажешь. Из всех диодов не светит раз, два, три, четыре, пять, шесть диодов. А сколько она у тебя прослужила? Прослужила она, не важно, как она прослужила, важно то, что она была куплена в тринадцатом году, как и квадроцикл. На следующий день я поехал на мойку, и все это запотело. Вся краска облетела, светит по сравнению с ProLight, который у нас у большинства стоит, уступает значительно. Соответственно, я делаю вывод, что такая оптика не нужна. И что же ты хочешь сделать сейчас, Паш? Я держу такой тяжелый ключик и хочу сделать с ней следующее. Она не нужна. То есть вот эта фара, она говно? Она говно. Не покупайте ее. Не покупайте и Китай. Покупайте именно в Китае. Не покупайте вот эту вот продукцию, которую вам за бешеные деньги хотят стюхать. Покупайте только брендовые продукции. Такие, как ProLight. Я уж не знаю, что у вас там будет за видео, как у нас там это все будет видно. Да вот она, вот она, вот она чехтовская грязь сейчас. Ну, знаете, самое интересное, что нам надо, вообще в другую сторону. Ух ты, какие кадры у нас сегодня будут. Чумачетчие. Чумачетчие кадры. Давай, лебедка опять цепь тебе поможет. Что теперь делать-то? Х8 тебя спасет, Жень. Жень, ну ты уже помылся. Давай, расскажи нам о своих сегодняшних приключениях. Что у тебя было сегодня? Все, все было отлично. Катнулись по-жесткому. Я думаю, в этом году это была последняя грязь. Теперь ждем снегоходов? Ждем снегоходов уже с сентября месяца. Ну, что у тебя сегодня? Сегодня жесткие потери. Грязь леденеет. В один момент подзаклинило газ. Пришлось РЗР-чки под зад поддать. Потери приличные. Вот у меня от багажника вот кусок отвалился. Эта хрень отвалилась. Здесь что-то болтается. По фаре болтается? Ну, что-то не знаю, что болтается, не болтается. Вот что-то тут вот какие-то запчасти какие-то. Тут не знаю, больше здесь. Так, ну, в основном, короче, все понятно. Тут сломано, там сломано. Как тебе, кстати, я забуду, а как тебе сено? Сено, отлично. Очень весело. Мы сегодня четвером ездили, все в коннекте. Там едем друг к другу, подсказываем, прикалываемся. Надеюсь, парни сейчас подсоединятся к нам еще. Понравилось, сено все супер. Последних вопросов нету. А вот у меня помялось, оказывается, еще, да? Вот помялось, блядь. Так, без сильных потерь. Давай посмотрим, что у Поляриса. Поларису пипец. Значит, у Поляриса вот эта труба оторвалась. Вот она вот так вот должна быть. Вот она здесь вот каким-то образом остановилась здесь. Так? Вот погнулась, вот погнулась сильно. А, ну да, погнулась, да. Господа, ставьте фаркопы, они спасают, на самом деле. Потому что у Баратов в прошлый раз въехал. Сань, ну я думаю, то, что по переду тоже, наверное, интерфейс-то будешь ставить, да? Пока, да, поставим, посмотрим. И больше так задум, сильно не сдавай. Пока работает, пока работает. Ну, сами видели, РЗР-ка сегодня хорошо себя показала. На ней все привода интерфоровские были. Я думал, что все, у нас бы мы прям там в поле могли бы поменять. По большому счету. Нормально, без потерь. Но единственное, вот расширитель я за тем. Ну, это сами понимаете. А что, я опять трюс сломался? Сами понимаете, трасса была тяжелая, но... У меня еще там на колеса пошли. Теперь, теперь когда буду кататься, Андрей? Ну, попозже еще решим. Попозже, просто сейчас сделаем, доделаем. Немножко переделаем. И опять в бой. Смотрите нас. Макс, ну давай, теперь ты расскажи. Ну что, общее впечатление, я ими доволен. А чем ты доволен-то? Всем, что очень классные штуки брег хорошо в колеях, в грязи. Ну, вы сами все, в принципе, видели сами. Ну, у всех бывает, что любая техника ломается. И BRP, и CFMOTO, и даже с этими штуками, как бы, железного ничего нет. То есть, в колее все нормально. Да, плюсы. Колесо идет по колее, лея узкая, да? Вот это как раз дополняет. Вот, видите, даже маленько, смотрите. Погнулось маленько, но это ничего страшного. Они доехали, все хорошо. Мы все нормально. Мы испытали очень, да. Я доволен. Хорошо. Хорошо. Пойдем посмотрим, что у Илюхи. Все, ребят, что, катушки нашли к концу. Давайте подведем на большие итоги. В самом начале порвал пыльник из того, что заменил защиту. Защита срезала его. Защиту отогнули. Пыльник реанимировал, мы сами видели, полиэтиленовым пакетом. Минус перегорел предохранитель. Вентилятор. Ну, тоже починили, что бывает. И так, ничего страшного. Все это быстро. А так, в целом, катушки прошли просто на 100 баллов. И самое офигенное. В этот раз мы катались с Сеной. Сена просто показала себя офигительно. Вот эта вот конференц-связь. Мы все едем, отдаляемся друг от друга, но при этом общаемся друг от друга, слышим. Не надо кричать, не надо никого звать. Блин, 5 баллов. Парни, ну чего? Вот, наверное, и закончились наши покатухи. Полярис мы что смогли, показали. Как обычно у него все случилось. Вы все видели, да? Интерпаровские привода его теперь точно ждут. Да? С CFMoto шрусы, предохранители это считают. Тоже как бы ерунда. С BRP. Тоже хорошо себя показала, да? Есть хорошая резина, да? Так что все здорово у нас, замечательно. Сена. Красавица. Надеюсь, что все парни сейчас увидят. И так же нас будет еще больше. Мы сейчас на снегоходах затестим их. Вот так вот у нас все дальше пойдет. Так что мы сегодня с всех со всеми прощаемся. Сейчас все смонтирую и уже вам покажу. Надеюсь, вы сейчас уже, когда это смотрели, уже видели этот драйв. Так что всем большое спасибо. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok